Не 365 дней, а всего один. Впрочем, и за столь короткий срок уже можно понять, что такое армия. На службе что будни, что выходные, распорядок практически одинаков. Подъем, завтрак и обучение военному делу. Рукопашный бой, сборка, разборка автомата, огневая, строевая подготовка. Они еще даже призывного возраста не достигли, а уже знакомы со многими тонкостями военной службы. Один день в армии, под таким названием прошел второй день форума «Я юнармия», только закрепил навыки и знания, которые будущие защитники родины получили в патриотических центрах и клубах у себя на родине. Отметили на форуме лучших из лучших. Анастасии Шкаевой вручили знак юнармейской доблести второй степени. В ряды юнармейцев она вступила в том числе, чтобы сломать стереотипы. Я считаю, что это стереотип, что девочки не так к этому относятся. На самом деле я уже больше, ну, около шести лет занимаюсь сестровой подготовкой и вообще начальной военной. Для меня это очень интересно и много нового открывается. Участники форума поделились друг с другом опытом в развитии юнормейского движения на территории области. Показательный пример – Устьянский район. Там 10 лет работает патриотический клуб. В феврале появился свой зональный центр. Огромное внимание уделяется, конечно, курс молодого бойца. Это однозначно то, что мы ребят готовим к армии. Но и мое личное, и ребятам нравится. Еще берем сейчас военно-историческое направление, очень серьезное. Вот эти современные квесты, игры, эстафеты. Вот сейчас разрабатываем, готовим мысли, появилось проекты делать. Вот, Зорницы районы у нас проводятся. Обсудили на Большом юноармейском слете и перспективы развития патриотического движения в регионе. Губернатор региона Игорь Орлов отметил, что юноармейцам необходимо более тесно взаимодействовать с кадетским движением, так как задачи их схожи. И ряды патриотов нужно пополнять. Продолжать эти исторические традиции, посылы – это высокая честь и высокая обязанность для сегодняшней молодежи. насыщать тему военно-патриотического воспитания молодежи не только высокими собраниями, но и практическими делами, когда ребята через армейскую службу, через совместную деятельность насыщаются этим духом. Организаторы планируют сделать региональный форум «Я юноармия» ежегодным. Вадим Федосеев, Евгений Зыков, Регион 29.